Основная работа закончена. Члены избиркома, по сути, дорабатывают мелочи и ждут коллег из восточных районов с бюллетенями. Их данные уже учтены, но сами бланки до самого вечера были в дороге. А вообще, уже к четырем часам после выборного утра картина в целом была ясна. Выборы состоялись, и на них пришло почти 62% волокжан. Это более 600 тысяч человек. Что касается нарушений, то они, конечно же, были мелкие, не влияющие на волеизъявления избирателей. Они бывают во всех странах, потому что организуют избирательный процесс общественники. Но есть нормальные цивилизованные способы разрешения этих маленьких нарушений. Это, прежде всего, обращение в суд. Полагаю, что огульные призывы признать результаты выборов недействительными места не имеют, потому что выразили свое волеизъявление более 60% населения. Результаты выборов на Вологодчине не слишком отличаются от цифр по стране. Победителем президентской гонки стал Владимир Путин. Ему отдали свои голоса более 59% волокжан. С практически четырехкратным отрывом далее следует коммунист Геннадий Зюганов. Чуть более 15%. Бизнесмены Михаила Прохорова поддержали около 9% волокотских избирателей. Владимир Жириновский получил 8%. И чуть более 6,5% справедливо рос Сергей Миронов. Комментируя сегодня итоги выборов, губернатор области заявил, что результатами доволен. Результат достойный. Я считаю, что население Вологодской области сделало осознанный выбор. Они голосовали, все мы голосовали за будущее нашей страны. И я думаю, что тот процент, он хоть и ниже средней российского, но он очень большой процент. По северо-западу мы по голосованию за Владимира Путина, за будущего президента, находимся на пятом месте, то есть где-то в середине. Кроме того, губернатор, который лично объехал несколько участков в разных районах, заявил, что и подготовка к выборам была проведена на достойном уровне. О своих впечатлениях он рассказал еще накануне, в прямом эфире Седьмого канала. В том числе оправдала себя и система видеонаблюдения. Кстати, за тем, что показывает электронный глаз, действительно следили в интернете десятки тысяч людей по области. Под прицел камер попали и некоторые курьезные случаи. Мы тоже заметили, что на некоторых участках в кабинку решили идти не по одному человеку. На замечание члена участковой комиссии, что этого делать нельзя, был ответ. Мы же семья. Но исследовал ответ, но это же не спальня, то есть, пожалуйста, по одному. А если серьезно, говорят специалисты, система видеонаблюдения отработала без сбоев. И теперь сотни часов записи заархивированы и будут храниться в течение года. Кстати, ЦИК уже принял решение, что их сможет скачать любой желающий. Ограничение только по объему. Не более 72 часов записи. И, конечно, сейчас поводов для обвинений кого-либо в нарушении избирательного законодательства у нас нет. Если даже они будут, у нас все архивируется, все записано. Мы будем смотреть и отслеживать все, что происходило на наших избирательных участках. В основном не подвела и другая техника – электронные урны. Только на четырех участках были сбои. Еще на пяти пришлось пересчитать бюллетени вручную. Они накрутились на барабан Каиба. Но все это детали, которые не меняют общую картину. Вологодчиной свой выбор сделала. Мария Помилова, Алексей Романов. Новости Вологды.